Всем привет, с вами как всегда JumboMax и сегодня я вам расскажу свои впечатления о презентации Xbox, которую уже можно смело назвать Xbox Победой. В этот раз есть что я не буду причислять абсолютно полный список игр, которые показали на презентации, речь пойдет только о тех, которые мне понравились и о проектах, к которым у меня есть некоторые вопросики. Но если вы хотели бы ознакомиться со всеми проектами, а также узнать некоторые подробности, на которых на презентации не сказали, то заглядывайте к нам в телеграм-канал, где еще проходит и розырши на подписочку Game Pass Ultimate на целых 3 месяца. Также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, а еще знайте, что в Технодеусе вы всегда можете приобрести смартфоны, айфоны, экшн-камеры, смарт-часы и не только, и все это по приятным ценам. И поскольку у них реально большой ассортимент, у них есть еще и игровые консоли, на которые вам, по моему промокоду JumboMax, еще дадут скидку в 1000 рублей. В их списке есть PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam Decky, Rocker Line, Nintendo Switch, Lenovo Go и думаю, что если все-таки когда-нибудь Xbox выпустит свою портативку, она у них тоже появится. Ребята делают доставку по всей России, имеют шуру в Москве, дают гарантию на целый год. Поэтому, если что-то нужно тебе, твоим родным и близким из электроники, переходи по ссылке в описании и закупайся в Технодеусе. Начнем, наверное, с того, что эта презентация действительно получилась классной. Без всякой лишней болтовни, были только игры, игры, игры и еще раз игры. На самом деле, из числа всех игр, которые показали, на мой взгляд, каждый может найти что-то, да. И если, например, в прошлых годах, да, показывали много индюх и непонятных каких-то игр, здесь показали довольно-таки масштабные, классные игры, о которых действительно можно поговорить или даже посоветовать. Несмотря на огромный список показанных игр, зацепили меня далеко не все. Если пробежаться так по списку, то в целом я очень рад, что заанонсировали новые Doom, что наконец-таки был анонс Gears of War. Я, кстати, об этом чуть подробнее расскажу. Это вот самый такой анонс, который в целом мне прям капец как зашел. И эту игру я точно буду ждать, в отличие от всех остальных. Буду ее даже, наверное, покупать, дабы поддержать. Вот. Также меня порадовало, что наконец-таки показали Perfect Dark. Конечно, у меня к нему есть очень большие вопросы, тоже об этом расскажу. Вот. Понравилось, что не забыли просто это в Decay 3, Fable, что показали Call of Duty. Вот. И что ее сразу же, кстати, добавят подписывающую геймпасс, тоже о ней поговорим. Что не забыли про Индиану Джонс, напомнили про существование Сталкера. Вот. И в целом, как бы, были новые анонсы, которые мы, как бы, тоже сегодня обсудим. Наверное, начну с того, что первым делом нам показали Doom. Классно, супер, молодцы. Кстати, сразу обрадую и сторону PlayStation. Есть, что эта игра мультиплатформенная, не эксклюзив, но зато для Xbox она будет в день релиза. Это, по-моему, кстати, одна из таких будет ключевых сторон в будущем. В будущей стратегии Xbox'а, что практически все показанные игры, они будут в подписке в день релиза. Если вдруг у вас какая-то другая платформа, то, да, возможно, эта игра, конечно, не выйдет, как та же гиря. Да, ну, опять же, не факт. Но, так или иначе, на Xbox вы поиграете в нее практически задаром, а именно по подписке. Поэтому Doom будет в подписке, обязательно ждем. В целом, такой же драйвовый, классный, прекрасный, мощный. И, соответственно, как бы те, кто любит Doom, то поиграем. Единственное, кстати, здесь есть такой очень серьезный вопрос локализации. И тут, на самом деле, не особо понятно, будет ли она, потому что будут ли даже субтитры, не указано. Потому что, если пробежаться по абсолютно всем играм, которые показали, то, в целом, русского перевода, вот, конкретно там, не знаю, даже голоса, да, не будет даже в клавдютах. Ну, понятное дело, что, как бы, сейчас такие времена, что вообще, в целом, надеяться на какую-то русскую озвучку нельзя. Но, дело в том, что во многих играх, может быть, даже будет отсутствовать русские субтитры. Не знаю, правда это или нет, они просто пока не указаны. И сказать, что они там точно будут, ну, так же нельзя. Кстати, что касаемо Perfect Dark, а сделает ее студия The Initiative. В целом, я на нее сделал очень большие ставки, но показанный геймплей, честно говоря, на супер какой-то 4A проект, как, опять же, было сказано там инсайдерами и тому подобное. Он не тянет. У меня такое было впечатление, что, в целом, это был не живой какой-то геймплей, а просто постановочный игровой процесс, который, в целом, нам хотя бы показывает, о чем игра. Потому что многие не знают, что такое Perfect Dark. Это вообще, в целом, по-моему, пересмысление или перезапуск старой серии, которая, по-моему, тоже доступна в подписке Game Pass. Там женщина-агент и так далее, если хотите, тоже попробуйте, поиграйте. Вот. Но, в целом, то, что показали, меня не особо удивило. Да, очень динамично, классно, прикольная идея, но от реализации такое ощущение, что, ну, не знаю, как сказать, такая простенькая игрушка, которая, опять же, не блещет графоном, прикольная геймплея, опять же. Но, опять же, нужно как-то на нее смотреть с очень большим вопросом, потому что геймплей чисто постановочный. Я, опять же, просто читаю новости по игре, да, слежу за обстановкой, и были такие инсайды, что, якобы, с игрой разработка идет не так гладко, как хотелось бы. Вот. Поэтому, то, что показали, можете делить на два или ставить очень большой вопросик, будет ли это так на самом деле. Вот. А также хочу сказать, и стоит в Доке 3. По, так скажем, трейлеру, понятно, дело, красиво, зомби, все дела. Кстати, говорят, что данный проект будет ориентирован больше на компанию, нежели на менеджмент. Конечно, менеджмент штуки, мне кажется, тоже будут, но, так или иначе, говорили, что будет больше сюжета. Это классно. Надеюсь, очень будет классный кооператив, потому что в State of Decay 2 кооператив просто ужасный. Опять же, я играл только на старте, но все же. Он там лагал, прогресса не было, хочется, как бы, все-таки, чтобы было футбол в две стороны, как говорится. Вот. Но стоит в Доке 3, опять же, под вопросом, когда он выйдет, непонятно. Многие ждут, но когда, когда это самый актуальный вопрос, это презентация, потому что показали действительно много игр, но когда это все выйдет, непонятно. Как бы, в этом году, по-моему, Fly Simulator выйдет, выйдет Stalker, по-моему, выйдет Diablo, если не ошибаюсь. Здесь, кстати, дополнение Starfield выйдет, по-моему, уже вышло. Вот, анонсировали моды. Это, по-моему, кстати, один из релизов, вернее, анонсов плюс релиз на этой презентации. Если же в прошлом году был Half-Rush, здесь получилось дополнение Starfield. Вот. Поэтому те, кто играет в Starfield, вам, в целом, сделали такой сюрприз. На презентации, кстати, еще был такой проект, как Atomfall. Честно говоря, вообще смесь, какая-то атомная смесь Atomic Heart, Вольфенштейна, какого-то, я не знаю, Биошока, Фэнтези, то есть очень непонятный проект. Выглядит интересно, я бы такое не купил, но по подписочке почему бы не поиграть. Очень прикольно, что показали Metal Gear. Честно говоря, присматривались к этой серии, я до этого ее, ну, не проходил, я с ней не знаком. Вот. Единственное, со всего показанного, ну, такой вот вопрос, наверное, у многих будет, почему 30 FPS? Ну, здесь, на самом деле, ответ простой. Мы от них никогда не уйдем, и вы здесь ничего, как бы, не сделаете. Просто ждите, да, и для тех, кто не играл Metal Gear 3 в оригинальной, да, это повод познакомиться с серией, пройти и понять, кто такой Snake и что он вообще там делает. Вот. Поэтому тоже подождем. Единственное, игра не будет в подписке, не ждите, ее нужно будет покупать. Что касаемо Fable, честно говоря, несмотря на то, что мне нравится вторая часть, люблю третью часть. Вторая, конечно, мне нравится больше, да, и в целом, Fable это тоже один из эксклюзивов Xbox франшиз, которые я люблю и жду. Но вот данная Fable, честно говоря, вызывает вопрос. Раз. Во-вторых, если бы она не называлась Fable, я бы не понял, что это Fable. Потому что Fable, знаете, она больше как какая-то RPG, которая заставляет мир меняться из-за твоих действий, из-за решений. В том, что показали, я не могу сказать, что это какая-то будет классная RPG. Это, мне кажется, больше игра, ориентированный сюжет. Единственное, что мне, капец, как понравилось, это графон. Реально прокачали, реально здорово. То есть, как бы, тот графон, который показывали до этого, скорее всего, он действительно будет в такой игре. Поэтому Fable у меня тоже, на самом деле, оставляет такие большие вопросы. Будет ли все так, как обещают? И будет ли это все интересно? Потому что GG женщина, как-то все это, ну, подано не особо, наверное, привлекательно, что ли. Поэтому, несмотря на любовь к Fable, данный Fable очень под вопросом. Еще хочется рассказать о моменте на презентации, связанной с Вовкой. Кстати, большое спасибо всем, кто вообще пришел на данную презу. Я надеюсь, вам понравилось. Вот, и анонс Варкрафта, это был такой, знаете, удар под их после того, как объявили платформу. Потому что, все-таки, это презентация Xbox. Понятное дело, что Activision Blizzard все купили. Но, блин, когда ты показываешь на презентации Варкрафт, а потом ты говоришь, что он только на ПК, ты такой, блин, чувак, сейчас они анонсируют на Xbox, вау, офигеть, а потом они анонсируют на ПК. И ты такой, ну, ладно. Потому что я знаю, на самом деле, что многие из вас хотели бы видеть данную франшизу на консоли. Но, увы, мне кажется, что она останется чисто ПК-шной темой. Поэтому ждать особо этого не стоит. Что касаемо Dragon Age, Assassin's Creed, там, дополнение Fallout, еще игр. Ну, честно, не мое. Как бы здесь смотреть сами, если кому-то понравилось, напишите почему. Единственное, мне на этой презентации запомнилось еще две игры. Это Frank Punk, по-моему, он так называется. Это такой некий шутер, который будет предоставлять вам изменение условий игры при помощи карточек. Идея прикольная, но как это будет играться, нужно посмотреть, что игра выйдет в 25-м году на ПК и Xbox. Поэтому и будет, кстати, в подписке. Поэтому, почему бы не протестировать. Еще помню игру Мехабрик, по-моему, так называется. Про неких механических роботов. Якобы собери, участвуй в битвах, летай, управляй и так далее. Выглядит очень динамично, по-японски. И, соответственно, как бы тоже жду. На самом деле, интересный проект. Хочется поиграть. Также напомнили про Indiana Jones. Опять же, почему-то дату не назвали. Хотя, в целом, он должен выйти в этом году. И здесь у меня сложилось впечатление, что данный проект больше будет, опять же, про головоломки, про ходьбу, про какое-то изучение, нежели про экшон. Потому что вот тот ролик, который показали на презентации, он больше... Там была динамика, да, там можно было сделать какие-то квик-тайм-моменты, но ты просто посмотрел. Вот, я почему-то думал, что нам покажут больше геймплея, но, к сожалению, опять же, без него. Там показали, конечно, маленькие вырезки, которые ничего не дают. Кроме как сказать, что, да, там прикольная боевка, но, что касаемо стрельбы оружия, что-то вообще... Вообще-вообще прям тупо ни о чем. Потому что, по-моему, что в тот раз, что в этот раз, показали всего лишь один выстрел с револьвера. И если вы посмотрите на этот выстрел, вы поймете, что импакт там просто нулевой. И на самом деле, здесь такой сраный вопрос, что это вроде как разработчики Вольфенштейна, которые знают, что такое классно стрелять, что такое импакт, но здесь его просто не было. Поэтому игру могут просто перенести. В любом случае, ждем по подписке, почему бы не поиграть. По первым кадрам, честно говоря, меня очень привлек проект под названием «Экспедиция 33». Но, к сожалению, из-за боевки вот этой вот пошаговой системы, честно говоря, он меня отверг, потому что я такое вообще не люблю. Мне больше хочется сражаться, нажимать какие-то камбухи, нежели там думать, выбирать. И, короче, не мое. Напишите, кстати, как вам этот проект, будет ли вы играть. Конечно же, просто вот до безумия мне понравился анонс «The Gears of War». Это вот прям вишенка на торте, которая эту презентацию вот просто подковала на Xbox победу. Потому что я ждал анонса «Гири», уже прошло сколько лет после пятой части. Я не могу сказать, что я прям лютый фанат ее, но я любитель. Жесткий такой любитель «The Gears of War», потому что мне нравится и мультиплеер, мне нравится и компания. И настоятельно абсолютно всем советую ознакомиться с этой серией, если вдруг у вас есть Xbox и есть подписчик к геймпассу. Поэтому, если вы покупаете себе Xbox и купили подписочку, и задаетесь вопросом «А во что же мне в первую очередь поиграть?» Обязательно поиграйте в Gears of War. Понятное дело, что данная серия понравится не всем, да, потому что кому я советовал, они говорят «Ну, блин, мне не особо такое нравится, да». Но тем, кому нравится пострелять, месиво, брутальные мужики, ну, игра в целом должна зайти. Единственный, кстати, вам совет, каждую часть можно пройти в кооперативе, поэтому берете лучшего дрогана, там, не знаю, с консолью, либо со вторым геймпадом и проходите, потому что там есть плитскрин. Серия действительно классная, единственный вопрос, почему они не сделали сразу продолжение, ну, пятой части, сделать шестую, а они почему-то вернулись к истокам. Мне, честно говоря, несмотря на то, что я хотел бы узнать продолжение пятой части, потому что, ну, блин, такая интрижка, данный ход мне понравился так же, как и, наверное, понравилось бы продолжение. Потому что узнать то, как зарождалась вот эта вся история Маркус Феникса, потому что первая часть она про это не рассказывает, ну, это будет интересно, потому что там Маркус вообще молодой, там Доминик, скорее всего, расскажут о том, как и Доминик потерял своего брата. И то, как они начали встречаться с Локустами, потому что по трейлеру, который показали, мы видим, что обычный Локуст, который является просто пушечным мясом для Маркус Феникса, да, там, в первой, второй, третьей части, является действительно каким-то жестким соперником, которого он еле-еле как завалил. Поэтому вот это вот начало данной вселенной, ну, это клево, это, знаете, такой беспроигрышный вариант, дабы не делать продолжение, да, потому что вот история, например, Кейт или того же Дейла, мне кажется, менее интересная, нежели история Маркус Феникса, это, знаете, то же самое, как если бы в Хейло сделали бы и история про Лока, да, из пятой части, вместо Хейла Инфинит, некий такой беспроигрышный вариант. В любом случае ждем, но, опять же, очень такой жесткий вопрос, когда, потому что данный проект вряд ли выйдет в этом году, вряд ли выйдет в следующем году, скорее всего, это будет год, так, 2026, либо 2027, может быть, даже это будет релиз под новую консоль, кто его знает, но посмотрим. Gears of War мы точно ждем, это, ну, тот проект, который действительно радует, что он, что, что он не забыт, как минимум. Еще на этой презентации было показано Call of Duty, это, конечно, вторая часть презентации больше не как от Xbox, а больше как вот прям колда, потому что о ней говорили, по-моему, минут 30. Вот, и здесь мне понравилось два момента, это то, что, первое, игра все-таки войдет в подписку с первого дня релиза, и второе, это то, что в этот раз над колдой действительно поработали, да, изменили анимации, вели какие-то нововведения, теперь можно будет прыгать в разные стороны, вот, показали моменты из кампании, она будет у нас в 90-х годах, и, в целом, в этот раз Call of Duty получится намного лучше, нежели получилась MV3, которая вышла после MV2, да, там ничего практически не проработали, кроме мувмента, который, на самом деле, да, быстро как-то забылся, забился, и там просто все шкерились, этот мувмент не показывая. Вот, короче, подписчики Game Pass, на самом деле, радуйтесь, в этом году действительно будет классная колда, которую вы получите на халяу, поэтому, если нет подписочки, оформляйте. Но, несмотря на такие позитивные впечатления от презентации, я считаю, что это пока лучше вообще презентация за это лето, и лучшая презентация Xbox за последние лет 5, потому что здесь действительно масштабные классные игры, вот. Опять же, единственное такое, но, когда это все будет, кроме, конечно, колды и, там, пару игр, да, потому что бывает на презентациях такое, что вот они показывают какой-то проект и долгое время не запускают, поэтому для идеальности данной презентации, именно с точки зрения информации, было бы, конечно, классно, если бы они предоставили как можно больше дат, хотя бы приблизительных, потому что, когда выйдет Perfect Dark, непонятно, когда выйдет, например, Gears of War, непонятно, это такие игры, которые хотелось бы как можно быстрее пощупать и поиграть, вот. А что касаемо несбывшихся надежд, в этот раз, вроде как, там, официально, по слухам, должны были тизернуть портативку, но вместо нее показали нам три консоли, а именно Xbox Series X на 2 терабайта в новом обличии, честно говоря, дизайн такой себе, могли бы постараться намного получше, вот. Это белый, L-Digital, который будет стоить на 50 баксов дешевле, чем обычная версия, и показали белый Xbox Series X на 2 терабайта. Тоже как бы неплохо, но, конечно, портативка была бы интереснее, но, вероятнее всего, Microsoft просто пока не готов ее показывать, поэтому поживем без нее. Но, вероятнее всего, она будет, потому что после этого было интервью с Филом Спессером, где было несколько интересных подробностей. Первое, это то, что задали вопрос о портативке, он сказал, ребята, пока не время, мы вам поговорим об этом, короче, потом. Вот, и что касаем вопроса по поводу игр на PlayStation, он сказал, да, такая тема будет продолжаться, поэтому не удивляйтесь, что Doom не эксклюзив, не удивляйтесь, если вдруг какая-нибудь Gears of War тоже выйдет на PlayStation, или какие-то другие игры тоже перекочуют на нее, потому что стратегия Microsoft, она меняет свой курс, и для них сейчас важно то, чтобы в их игры играли как можно больше. Конечно, ну, может быть, для кого-то это печальная новость, но, часто говоря, расстраиваться незачем. Если у вас Xbox, если у вас подписка, все эксклюзивные игры, ну, как, игры от студий, то вы получите, по сути, в подписке. То есть, Xbox это такая некая машина для экономии, но если у вас PlayStation, можете порадоваться, что вы в эти игры тоже поиграете. Вот, поэтому, как бы, с этим просто нужно жить и понять, нужно вам это или нет. Соответственно, если вы, например, сидите на Xbox только ради эксклюзивности, игр конкретно эксклюзивных будет, наверное, не так много, как раньше. Потому что, что касаемо Fable, Игрес Вуар, они, скорее всего, останутся эксклюзивами, но, например, есть слухи о том, что сейчас в разработке, якобы, идет Хейла, эта самая первая часть, она будет в переиздании, и она, скорее всего, перекочует на PlayStation практически сразу. Правда это или нет, узнаем потом, но готовьтесь к этому и в целом не удивляйтесь, потому что, опять же, Хайфораж, Море Воров, Пенсимент, это хоть и не глобальные игры, но это как один из классных показателей того, что у Microsoft получилось продать эти игры на другой платформе, и довольно-таки хорошо. Вот, поэтому в целом, короче, не удивляйтесь. Вот, а если делать какой-то итог обо всем этом, классная презентация, ничего лишнего, здорово, и самое главное, это сон. Вот, вот реально, то, что они проводят по московскому времени в 20.00, это вот спасибо вам огромное, потому что, например, ждать какой-нибудь PlayStation Showcase, который идет там в час ночи, и ты такой ждешь, смотришь, и ничего на нем интересного не видишь, да, это, конечно, не сравнится с тем, что ты смотришь классную презентацию, потом идешь спать, ну, прям вообще офигенно. Вот, поэтому в целом мне презентация очень понравилась, обязательно напишите в комментариях, как вам, что вам больше всего понравилось, какие игры будете ждать, какие игры не понравились, тоже можете написать, и большое спасибо вам за просмотр, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик, поэтому прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, и большое спасибо вам за просмотр, пока-пока.